Дай почитать. Для какого возраста? Смешно, не смешно? Умное, неумное? Начнем с возраста. Рекомендовано всем, кто понимает, что читает не Шопенгауэра с Ницше и не Толстого с Достоевским, то есть от четырех лет и до конца. Эта книга у меня не вызвала ни хохота, ни кислой мины, только умиление и добродушную улыбку. А умная ли собачка Соня? Здесь может быть множество ответов, но я бы остановилась на двух. Первый – это поучительные истории и вполне конкретные житейские ситуации, которые должны помочь детям понять, что опасно совать всякие предметы в розетку, что нельзя есть горчицу ложками, что безнравственно бросаться с балкона на прохожих не только вишнями, но и косточками от вишен. Второй ответ – а разве каждый из нас не ошибается? Не выглядит хоть раз в жизни смешным или наивным, неуклюжим или забавным? Как тут не вспомнить любимую тему русской классики о маленьких людях? В книге просто невероятно чудесное так и хочется употребить жаргон, неприменимый для публичной речи, няшные иллюстрации Евгения Антоненкова. А еще многие любят мультфильмы про собачку Соню, которая и шагу не может вступить без приключений. Это по-настоящему обворожительный образ еще и потому, что умная собачка Соня обладает внутренней свободой, безудержной фантазией, неистребимой жаждой приключений и такой трогательной тягой к познанию, что, повторюсь, вызывает у читателей чувство умиления. Тим Собакин определил породу Сони как королевская дворняжка, ведь ее хозяин – Королев Иван Иванович, который каждый день уходит на работу. А бедная собачка Соня начинала скучать в своей 66-й квартире. И тогда она начинала думать. Но ведь когда начинаешь думать, почему-то становишься умнее, а почему – никому неизвестно. Поэтому Соня и была умной собакой. И не надо с этим спорить, ведь, как размышляет наша героиня, почему всегда в жизни получается, если всем что-нибудь очень нравится, то кому-нибудь это обязательно не понравится. Несомненным достоинством книги является и то, что рассказы сюжетно не связаны друг с другом. Ее можно читать с любой страницы. Без сомнения, умная, веселая, сокрушительно обаятельная, находчивая и любознательная собачка Соня заставит каждого задуматься над извечным вопросом – а что будет потом? Но для начала, дорогие слушатели, читаем Андрея Усачева «Умная собачка Соня». До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!